Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Seedmers Civilization 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания в зависимости от того, что там у них есть. Цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная. Это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя. Где-то хорошо, где-то плохо. Слабая. Особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана. Это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Китай — ещё одна великая цивилизация, которая была во всех без исключения Сейдмэрс Civilization. С первой по четвёртую лидером был Мао Цзэдун. В четвёртой и шестой разбавили Ци Шихуанди. Ну и в пятёрке для гендерного равенства у Цзэнтьян позвали возглавить Китай. В шестой Циве место появления Китая вообще никак не прописано, так что появляется по остаточному принципу, а это значит, что обычно место так себе, скорее всего, где-нибудь в лугах. Уникальная способность цивилизации называется династический цикл. Озарение и вдохновение дают 50% к получению технологии цивиков вместо 40%. Поначалу кажется, что бонус небольшой, но чем дольше вы играете, тем больше вы экономите культуры и науки для открытия цивиков и технологий. Ну, например, в Средневековье технологии уже стоят 300-390 науки, то есть на каждой вы экономите 30-40 колбочек. Но понятно, что бонус работает на долгую игру. Кроме того, каждое построенное чудо света даёт случайное озарение и вдохновение в эре этого чуда. Например, если вы строите собор Святой Софии, то получите озарение и вдохновение в Средневековье. Способность первого лидера Китая Циньшу Хуанди неплохо взаимодействует со способностью цивилизации. Называется Первый Император. Строители получают, во-первых, дополнительный заряд, а во-вторых, их заряды можно потратить на ускорение строительства древних и античных чудес на 15% от полной стоимости производства. Ещё раз обращу ваше внимание, что только на чудеса древнего мира и античности. Я постоянно об этой способности забываю и удивляюсь, почему не могу ускорить какое-нибудь чудо возрождения. Тоже поначалу кажется, что не так уж и много. Но вот смотрите, Артемида стоит 180 производства. Значит, 15% это 27 производства. Плюс один или два хода. А так как у рабочих Китая не 3, а 4 заряда в начале, то можно быть уверенным, что этим рабочим вы чудо построите точно и никто вас не обгонит. При этом и деревья не надо вырубать, поберечь на чудеса возрождения. А так как это ещё и имеет синергию со способностью цивилизации, то есть строя чудеса, вы получаете ускорение для цивиков и технологий и экономите науку, то поиграть в начале за Китай через строительство чудес очень неплохая идея. Кроме того, при игре за Цишу Хуанди вам будут доступны постройка каналов, начиная с технологии каменная кладка, а не с парового двигателя, как для всех остальных. Ну, это такая ситуативная, согласитесь, способность. Второй лидер Китая Хубилай имеет способность под названием Герег. Дополнительный слот экономической политики при любом правительстве. При этом получает случайное озарение и вдохновение при основании первого торгового поста в другой цивилизации. Тоже приятный бонус и тоже замечательно работает вместе со способностью цивилизации. Жалко, правда, что количество получается ограничено. Например, если вы играете на восьмерых, то этот бонус сработает только семь раз. Ну, а дополнительный слот политики в шестой циве в любом случае очень крутое добавление к вашей экономике. Уникальное улучшение называется Великая Стена. Можно строить на ровной местности и на холмах. Великая Стена дает сама по себе два золота, а также плюс одно золото и одну культуру за каждую соседнюю Великую Стену. Культуру, правда, только после открытия технологии замки. Кроме того, на клетке с Великой Стеной юниты получают плюс четыре к защите. Природные бедствия Великую Стену могут разграбить, но не разрушить. То есть вы всегда можете вернуться и рабочим ее починить, надо будет строить заново. Тоже кажется поначалу, что не очень крутое улучшение, но в принципе, если постараться построить длинную стену, то как минимум каждая клетка, например, если вы строите на лугу, будет давать две еды, четыре деньги и две культуры. Звучит очень даже неплохо. И, наконец, уникальный юнит, крадущийся тигр, хочется добавить затаившийся дракон, но нет, только крадущийся тигр, заменяет арбалетчиков чуть дешевле в производстве, зато дальний бой у него выше 50 вместо 40, правда, меньше радиус атаки. Только соседнюю клетку сможете атаковать. Честно говоря, в этом большой минус, потому что арбалетчики в первую очередь используются как юниты поддержки, которые находятся за защищающими их юнитами, поэтому им надо стрелять через клетку. А тут в ближнем бою у крадущегося тигра такая же сила, как и у арбалетов, 30, но при этом им надо находиться вплотную к сопернику. И, честно говоря, ни разу не видел, чтобы крадущихся тигров как-то серьезно использовали. Обычно их строят, чтобы получить 4 очка эпохи. В зрительском голосовании Хубилай набрал чуть меньше полутора процентов голосов и занял 49 место, это, по-моему, четвертое с конца. Цинь Шухуанди чуть больше трех с половиной процентов голосов и занял 28 место. При этом в голосовании на самую худшую цивилизацию они заняли, соответственно, 41-49 место, то есть практически никто их худшими не считает. А то, что Хубилай так мало набрал, мне кажется, говорит только о том, что мало кто его смог распробовать. Он вышел позже, чем Цинь Шухуанди. Влад Бенишман пишет. Очень люблю Китай под руководством Цинь Шухуанди. Его способность позволяет пылесосить все ранние чудеса света, которые могут быть очень даже хороши для дальнейшего развития. Что пирамиды для дополнительного заряда, что Стоунхенш, гарантирующий религию. А уж как в тему для Китая будет Александрийская библиотека. Остальные чудеса по ситуации. Уникальное улучшение очень крутое и дает реально много культуры, золота и туризма. При этом работает как форт. Юнит бесполезный, но у него дальнобойная атака сильнее, так что города будут сильнее стрелять. Дополнительный заряд вместе с лян, пирамидой и карточкой позволяет получить очень много зарядов для одного строителя, так что можно экономить на них производство. Из минусов требуют большого контроля для выполнения условий эврик и озарений, и часто можно увлечься строительством домиков и чудес, забыв об армии. Что касается Хубилая, то экономический слот круто, а вот вторая способность бесполезная, так как озарение и вдохновение можно получить и без торговых путей достаточно легко. Честно говоря, хочется обоим лидерам поставить сильно. Но дело в том, что игра за Китай, во-первых, требует очень специфических действий, пытаться играть через чудеса. Во-вторых, сколько я не играл за Китай и сколько индивиду, как другие играют, все-таки место появления этой цивилизации обычно очень сложное. В перспективе, в руках сильного игрока, Китай действительно выглядит как цивилизация, могущая в крутое развитие. Но для этого надо заранее у себя в голове составить план, какие вы чудеса будете забирать. Вы же понимаете, что вы не сможете все равно все чудеса древнего мира и античности построить. Чувствовать местность, на которой вы появились. А без всего этого способности Китая не будут работать. Так что ставлю среднее, но всем рекомендую за Китай поиграть, особенно за Цишу Хуанди. Да, но тут же еще надо уточнить, что, например, при игре против компьютера на высоком уровне сложности может так статься, что вы в принципе не сможете построить чудеса древнего мира и античности. Слишком большие бонусы у искусственного интеллекта. Так что да, среднее. И давайте пойдем дальше. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Колумбии еще никогда не было в играх серии Seedmare Civilization и впервые она появилась в шестерке. У нее место появления тоже не прописано, поэтому она может появиться, как и Китай, в очень плохом месте, но, по-моему, ребят в Колумбии это не особо беспокоит. Способность цивилизации называется Армия Патриотов и дает всем юнитам абсолютно лишнее очко перемещения, а также позволяет повышать юнит, не завершая хода. В общем-то, уже это делает цивилизацию слишком крутой. Во-первых, изначально все ваши рабочие и поселенцы бегают слишком быстро и могут занять самые лучшие места, доберутся раньше, куда им надо, соответственно, раньше поставят город и темп развития вашей цивилизации будет быстрее. Во-вторых, возможность повышать юнит, не завершая ход, делает военные юниты Колумбии практически неубиваемыми, потому что повышение еще и лечит юнит. А помните, они еще и бегают на одну клетку быстрее? То есть к вам прибегают юниты соперника очень быстро, причем любые. Вы их не можете убить, они постоянно лечатся и что делать? Кстати, лидер Колумбии Симон Боливар, жалко, что не Пабло Эскобар. Способность Боливара называется Компания Восхищения. Каждую новую эру вы получаете уникального главнокомандующего. Да, вам не надо даже военный лагерь ставить, чтобы получать главнокомандующих. Способности главнокомандующих разные, не буду их все перечислять. Они выпадают, Катя, случайно, то есть каждого из них вы можете в начале любой эры получить. И не все они дают плюс к боевой мощи вашим юнитам, но даже и без этого очень крутая способность. Как вам, например, Рафаэль Урданетта, который восстанавливает всем сухопутным юнитам в радиусе двух тайлов очки перемещения. И они могут сразу атаковать на этом ходу, как будто и не двигались. То есть к вам пришли пять юнитов Колумбии, вы их не смогли убить, они полечились. Они убили ваши юниты и еще могут еще раз походить и захватить ваш город. Тут где-то баланс не пробегал, нет. Уникальное улучшение Колумбии называется асьенда. Ее можно строить на лугах, равнинах и таких же холмах. Изначально дает два золота, производство, половину жилья. Также две еды за каждые две соседних плантации, а после открытия стандартизации за каждую плантацию еду. Кроме того, производство за каждые две соседние асьенды, а после открытия быстрого развертывания за каждую соседнюю асьенду. Короче, еда, производство и золото просто за луг и равнину. Лучшее улучшение, по-моему, для луга и равнины, чтобы выращивать ваши города. Ну и гвоздь в крышку гроба баланса для Колумбии загоняют Лионера, уникальный юнит Колумбии. Открываются в военной науке, то бишь заменяют кавалерию. В производстве стоят столько же. Ближний бой и перемещение у них такое же, как у кавалерии. Казалось бы, ничего особенного. Но, во-первых, они полностью лечатся, когда главнокомандующий активирует способность в радиусе двух тайлов. А во-вторых, что самое главное, они имеют плюс две боевой мощи рядом с другими Лионеру. То есть, если вы посчитаете, плюс десять у них может быть проще простого. А так как они требуют меньше содержания, чем другие юниты этой эпохи, например, кавалерия требует пять золота содержания в ход, а Лионера всего два, то построить их можно очень много. У меня есть прохождение за Колумбию, там эти ребята с гитарами, а они реально изображены как люди на конях с гитарами, у них еще и при перемещении звучит гитара. Они там и танки выносили, наверное, своей неземной музыкой. Но я вам честно скажу, и без Лионеру Колумбия выглядит как издевка над балансом. Мои зрители это понимают, отдали за Колумбию 18% голосов, и она заняла седьмое место в зрительском голосовании. Я считаю, что это очень мало, потому что Колумбия, несомненно, сломанная цивилизация, и я ей ставлю оценку «сломано». Причем, знаете, тут не так интересно, как за тот же даже Вавилон, типа, какие-то челленджи поделать. Колумбия — такая цивилизация, за нее один раз сыграешь, и, по-моему, даже неинтересно повторять этот опыт. Слишком как-то все просто. Так что давайте пойдем дальше. Конго — еще одна цивилизация, которая впервые появляется именно в шестой Циве. Место появления у нее прописано «леса» и «тропические леса». Высший шанс только у Вьетнама, так что вероятность того, что вы появитесь именно в лесах и тропических лесах, очень-очень за Конго высока. Способность цивилизации называется «нкиси». Во-первых, Конго получает 50% очков для великого художника, великого музыканта и великого торговца. Обратите внимание, что не великого писателя. Кроме того, каждая реликвия, артефакт, скульптурный шедевр в дополнение к культуре и туризму дают две еды, два производства, четыре золота и одну веру. А во дворце у Конго есть пять ячеек для шедевров, а не одна, как у всех других цивилизаций. Это значит, что Конго надо постараться играть через театральные площади и археологов, потому что дополнительные бонусы дают реликвии, которые довольно сложно получить, скульптурные шедевры, тут вообще вы от рандома зависите, и, наконец, артефакты, которые дают как раз археологи, и тут вам ни от чего зависеть не придется. Лидер у Конго – Мвемба Анзинга, и его способность называется «обращение». Конго не может строить священные места и получать великих пророков, а также, соответственно, основывать религию. Зато Конго получает все верования любой религии, распространенной в большинстве его городов. При этом, если в этом городе распространена какая-то религия, то, построив Мбанзу или театральную площадь, вы будете получать апостола этой религии. Причем каждый раз. Что значит каждый раз? Потому что переходим к уникальному району Конго. Он называется Мбанза и заменяет пригород. А пригород можно строить сколько угодно раз в городах. Так вот, уникальный район Конго игнорирует уровень престижа, и вы получите в любом случае плюс 5 к жилью, построив Мбанзу, а также 2 еды и 4 золота. Но проблема в том, что Мбанзу вы можете построить только в тропическом лесу или в обычном. Собственно, для этого и надо, чтобы Конго в этих самых лесах появилась. И, наконец, уникальный юнит Нгаумбемба заменяет мечника. Требует чуть больше производства – 110 вместо 90, зато меньше железа – 5 вместо 20. При этом чуть сильнее в ближнем бою – 38 против 35. Но самое главное – плюс 10 к боевой мощи при защите против дальнобойных атак. А также они не теряют очки перемещения при движении через обычные и тропические леса. Это значит, что от Нгаумбемба довольно тяжело отбиться, даже если вы в городе построили стены, потому что у них плюс 10 от дальнобойных атак. А в ближнем бою, в момент их появления, они, скорее всего, будут сильнее ваших юнитов. Пожалуй, с уникальным конголезским юнитом могут справиться только легионеры, бессмертные и гипосписты. На удивление, мои зрители довольно мало отдали Конго голосов. Чуть больше полутора процентов, и Конго занимает 44 место. Однако Григорий Елоза пишет, «Конго, как по мне, очень хорошая нация для новичков из-за бонусов к развитию. Реликвия артефакта и скульптуры дает более значимые бонусы, делая упор на культуру очень полезным. С уникальным районом никогда не будет проблем с ростом населения. Способность лидера дает все верования той религии, которой больше всего в городах. Это полезно в сетевой игре, если ваши соседи стремятся в религию, им будет ее удобно сразу распространить на вас, а не воевать. А если будет агрессия, то поможет неплохой уникальный юнит, заменяющий мечника. В общем, не вижу минусов, кроме того, что бонусы для развития особенно заметны ближе к концу игры, когда у вас большая часть городов по 20 жителей, а есть и по 30. Я с Григорием не согласен, все-таки отсутствие религии – это очень важный штраф. Потому что религия – это не про то, что вы выбираете верование, а именно про наличие веры. Отсутствие священных мест означает, что веры у вас будет мало, и вы не сможете, например, воспользоваться покупкой поселенцев и рабочих за веру, покупкой великих людей за веру, или покупкой тех же юнитов за веру, построив здание в политической площади. И это действительно серьезный минус. Бонусы у Конго неплохие, я согласен. И если с умом использовать религию соседей, которые не на вас распространяют, то можно эти бонусы увеличить. Но я не могу Конго дать оценку сильно. Крепкий середнячок. Честно говоря, не считаю, что эту цивилизацию надо было лишать религии. Я бы им религию оставил, а мбанзы, например, давали бы не пророков, а миссионеров обычно, чтобы как-то сбалансировать. Ваше мнение, конечно же, напишите в комментариях. Вот и подошел к концу девятый, ого, выпуск рейтинга цивилизаций. Обязательно найдите время и посмотрите предыдущие восемь серий. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Там же, кстати, есть ссылка и на сводную таблицу всего рейтинга. Ну и, конечно же, поставьте лайк и поддержите комментарием это видео. Дополните или, может быть, даже поправьте меня. А уж если вы сделаете спонсорскую подписку на мой канал или оставите платное суперспасибо конкретно под этим видео, я вообще буду прыгать от радости. Порадуйте главного стратегичного сжевжика. Собственно, благодаря вашим донатам во время стримов или отдельных пожертвований через PayPal с пометкой на рейтинг цивилизаций эта серия и вышла быстрее, чем предыдущая. Я действительно чувствую вашу поддержку, и это вдохновляет меня в это тяжелое время радовать вас рейтингом цивилизации. Надеюсь, я помог вам отвлечься и расслабиться. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живее Беларусь! Ну и россияне тоже соберитесь как-то. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok